И в этом, можно сказать, повезло. Хотя от подобных происшествий, увы, никто не застрахован. Но что делать, если Байкал загрязняют специально? Именно так происходит в Слюдянке, причем прямо в эти минуты. Речь идет об очистных сооружениях города, их работу и состояние проверили сотрудники межрайонной прокуратуры. И сделали это вовремя. Ведь нарушения здесь хоть отбавляй, не вдаваясь в сложные технические термины, можно сказать одно. Плохо практически все. Сточные, не полностью очищенные воды попадали в реку, впоследствии впадающую в Байкал. На территории очистных, превышение определенно допустимых концентраций некоторых вредных веществ превышены в разы. Общий ущерб, нанесенный экологией города, оценивается по меньшей мере в 600 тысяч рублей. Ну а кто будет отвечать? Конечно же, администрация города. Стоит отметить, что данный объект расположен в центральной экологической зоне озера Байкал. То есть здесь можно говорить о прямом негативном влиянии эксплуатации данного объекта на экологическое состояние озера. Межрайонной прокуратурой принимается в настоящее время комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на устранение нарушений законодательства, на понуждение возместить вред причиненной почве как объекту окружающей среды. Слюдянка, Байкальск, Усолье, все эти города находятся в красном списке экологической опасности. И это не пустые слова. Буквально вчера мы говорили о том, что в Усолье уровень содержания в земле ртути местами превышен в 18 раз. Таковы результаты проверки, инициированной Генпрокуратурой. Полные результаты обследования 300-километровой зоны вокруг озера Байкал уже 1 ноября будут представлены президенту страны Владимиру Путину. Продолжение следует...